Возле чайника организована чайная зона и все, что нам нужно для чаепития. Во-первых, фильтр для воды. Вода из-под крана. Пить ее можно, но мы все равно на всякий случай фильтруем. Здесь же всегда стоит чашка. Дети прибегают, чтобы попили. И чашка здесь находится тоже всегда, чтобы брызги не попадали на столешницу. Стоит подпорка такая, подставочка. Французский пресс для заваривания чая. То есть, организовать кипяточек, заварить чай тут. На расстоянии вытянутой руки здесь находится продолжение этой чайной зоны. Сами чай. Здесь несколько рядов, разный, на любой вкус и цвет. Для любителей в пакетиках я иногда предпочитаю в пакетиках, чтобы долго не бегать. Вот здесь вот частично в пакетике. И после того, как мы выбрали чай, здесь же рядышком, вот, вытянутая рука, находятся чашки. Те, что нужны для заваривания чая. Вот в такой выдвижной штуке. И если нам нужно что-то к чаю, то вот здесь же в хлебнице не только хлеб, но и разные там печенья. Ну или хлеб, то, что захочется к чаю. Все это находится, сейчас я сделаю шаг назад, вот, в одном месте, в одном маленьком треугольничке. То есть, когда нужно заварить чай, все, что захочется, начиная от выбора чая и его кипячения, заканчивая выбором того, что вкусненького, что мы хотим чаю, все вот здесь в маленькой петочке. А это у меня кофейная зона. Я прямо сейчас делаю себе кофе. Пока делаю, расскажу, как она обустроена. Буквально из трех частей. Вот здесь вот хранится сам кофе. Обычные запасы и без кофеиновые, если вдруг вечером во второй половине дня захочется кофе, а как бы бодриться нежелательно. И всегда вот здесь стоит чашка, для того, чтобы в тот момент, когда захочется кофе, не нужно было искать и идти на другую часть кухни, а было всегда под рукой. Помыла чашку, поставила опять на место.